Продолжение следует... Итак, в предыдущей части мы посмотрели фильтры и я думаю, вы поняли, что ничего сложного в них нет. Достаточно менять параметры и смотреть, что происходит. Теперь поговорим о текстурах и чтобы начать работу с ними, нужно открыть вкладку с иконкой кисти. Сейчас я верну дефолтные настройки, добавлю несколько фильтров, чтобы было интереснее и начну обзор текстурирования World Creator 2. И так, базовая форма для текстур готова. Переходим в вкладку Textures. Как и в фильтрах в вкладке текстур, есть возможность добавлять огромное количество слоев. Да, я хочу напомнить, что когда Вы работаете с фильтром эрозии и используете много слоев, лучше включать Multiframe Generation, о котором мы говорили в предыдущих частях. Чтобы оптимизировать работу World Creator и не сильно нагружать Вашу видеокарту. После создания слоя, у Вас появится возможность придумать ему имя, использовать его на определенной области ландшафта с помощью Area и конечно же добавить текстуру на этот слой с помощью кнопки Add напротив надписи Textures. Как только Вы нажмете ее, откроется специальный каталог текстур, в котором можно будет использовать поиск, фильтр по Diffuse, Normal Map и Displacement. А также добавлять свои текстуры. Для начала, давайте добавим какую-нибудь текстуру травы. И как только Вы нажмете на нее, она будет автоматически назначена на Ваш ландшафт вместе с картой нормалей и Displacement. И конечно же, Вы увидите кучу настройок, о которых мы сейчас поговорим. Operation позволяет выбрать режим наложения из представленных 5. Затем идут настройки тайлинга и Вы можете выровнять текстуру по размеру ландшафта или самостоятельно задать свой. При желании, можно выключить Lock Texture и ввести разные значения для Tile X и Tile Y. Ниже настроек тайлинга идет смещение текстуры по X или Y. И еще ниже идет возможность добавления градиента с помощью опции Gradient. Благодаря этой опции, Вы сможете сделать потрясающий эффект перехода между разными типами ландшафта, разбив его по цветам. То есть, даже имея одну текстуру, Вы можете задать разные цвета градиента и получить шикарный ландшафт. У градиента есть три настройки. Это сила смешивания, смещение цветов по высоте и Tile градиента по ниже. Если выключить градиент, то текстуру можно смешивать с каким-то одним цветом с помощью опции Shade. Ниже идет настройка Metallic Effect, а с помощью Smoothness, Вы можете сделать глянцевую или матовую поверхность. Также можно настроить яркость и контрастность текстуры с помощью параметров Brightness и Contrast. Чтобы рассказать о следующей настройке под названием Height Scale, я добавлю еще какую-нибудь текстуру. Например, камней. Теперь, если в вкладке General включить опцию Height Based и настраивать параметры Smooth Height, Вы увидите, как учитывается Displacement текстуры и будут настраиваться смешивания между двумя или несколькими Displacement картами каждого материала. Итак, текстура, у которой самый большой вес будет вверху. И как раз в Height Scale настройка у каждой текстуры задает этот вес. Но сейчас не сильно заметны изменения, так как Displacement у травы и камней не слишком явный. Далее идет вкладка Texture Distribution Properties, которая включает в себя много настроек по распространению текстуры. И первая опция Cavity позволяет выбрать тип маски, по которой будет распространяться выбранная текстура. Convex Type назначает текстуру на выпуклые части ландшафта, а Concave на вогнутые. Как только Вы выберете один из типов, то у Вас появятся еще три настройки. Steps, Steps Size и Strengths. Чем выше значение Steps, тем менее пятнистая маска. Радиус пятнистости настраивается с помощью Step Size. Чем он меньше, тем больше пятен текстуры на ландшафте. А Strengths настраивает силу эффекта. Выключаем Cavity и для следующего эффекта в настройках я включу тени и назначу еще одну текстуру снега. Следующий эффект, который называется Follow Sun Direction. Если его включить и выбрать Invert, у Вас получится достаточно реалистичный эффект. Когда снег меньше тает в тени, а в тех областях, которые освещает солнце, его нет. Без опции Invert, эту настройку можно использовать для мха. С помощью Smoothness можно настроить радиус распространения снега. И если сейчас зайти в настройки сцены в вкладку Sky и менять направление солнца, Вы увидите, как снег находится только в тени и следует за ней. Это логично, так как снег в тени тает гораздо медленнее, чем на солнце или вообще не тает. Ниже Follow Sun Direction следует опция Noise Select. Она позволяет смешивать текстуру с другими, используя Noise Mask. Как только Вы включите данную опцию, появится несколько настроек. Меняя которые, можно внести разнообразие и избежать тайла текстур. Следующим после Noise идет Hate Select, который позволяет настраивать распространение текстуры по высоте, изменяя параметр Height Range. Если Вам не нравится резкий переход, его можно сгладить с помощью опции Height Smoothness. Кстати, как только Вы включите Height Select, у Вас появится опция Relative to Ocean. Я сейчас добавлю текстуру песка и расскажу об этой настройке. Но перед этим, у снега немного настрою Cavity, чтобы результат выглядел намного интереснее. В настройках текстуры песка включаем Height Select и Relative to Ocean, а в настройках сцены включаем Океан, чтобы видеть работу эффекта. Это очень крутая опция, которая позволяет делать песок возле воды и регулируя настройки Height Range и Height Smoothness, можно достичь реалистичного результата. Ниже Height Select следует опция Slope Select, которая позволяет получать тоже интересный эффект смешивания текстур. Вы как бы выбираете угол наклона влияния эффекта. Совмещая настройки Height Select и Slope Select, можно получать разнообразные интересные варианты смешивания. Также есть опция Angle Slack, которая позволяет выбрать угол. Она чем-то похожа на опцию Follow Sun Direction. Но здесь вы задаете любой угол вне зависимости от положения солнца. И последний параметр в текстуринге это Weight, который позволяет настраивать прозрачность слоя. Теперь давайте поговорим о вкладке General. Height Based позволяет получать более естественное смешивание текстур и о ней мы уже говорили. Опция Triplonar скорее всего известна всем, кто работает с текстурированием в других программах. Данная опция позволяет убирать растяжение текстуры по всем осям или любой из них. Если сейчас приблизиться, например, к этой горе, то вы увидите такие растяжения. Чем сильнее Displacement, тем они более явные. Включив Triplonar, вы исправите эти растяжения, регулируя значение параметра Factor. С Вами был Кривуля Андрей Charly. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Не забываем нажимать на превьюшки, чтобы посмотреть остальные мои уроки или плейлисты. А также пишем в комментариях, что больше всего понравилось или не понравилось в данном видео. Всем мир! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok